Всем привет, с вами Артём Бёргман и канал Язык Кино. В этом ролике я хочу поделиться с вами невероятно важной темой относительно создания кино. Она связана с очень распространённой ошибкой режиссёров и многих сценаристов, которая всё сильнее проявляется в современном кинематографе. Не так давно я нашёл и посмотрел фильм «Красота по-американски» с комментариями режиссёра Сэма Мендеса. Вообще всем вам советую смотреть фильмы с режиссёрскими комментариями, ибо это невероятно полезный материал. Их можно найти на торрентах с фильмами в Blu-ray-изданиях отдельной аудиодорожкой, обычно с субтитрами. И вот один момент фильма по-настоящему изменил мой взгляд на режиссуру и открыл мне кое-что невероятно важное, с чем я хочу с вами сейчас поделиться. Но перед этим призываю вас всех поставить этому видео лайк, непременно написать комментарий в поддержку и подписаться на канал, если вы ещё этого не сделали, чтобы не пропускать такие уникальные новые интересные ролики. Так вот, давайте посмотрим фрагмент этой сцены. В этой сцене Сэм вывезал реплику Анджелы вот в этом моменте, ибо он сказал, что актёрская игра здесь и так отлично работает. И это очень интересный момент, благодаря которому я понял, как много лишних реплик бывает в сценарии и монтаже. Читая сценарии, что мне присылают, я регулярно вижу очень много лишних реплик, которые не дают ничего нового. К сожалению, всё часть из сценариста, да и режиссёры прибегает к рассказыванию истории. Но мы же с вами помним знаменитый девиз кино «Показывай, а не рассказывай». И мне кажется, что в современном кинематографе он уходит в прошлое. Сценаристы и режиссёры будто стали бояться что-то не объяснить. Они стали бояться того, что зритель что-то не поймёт. Поэтому кино всё чаще полагается на слова. На самом деле в хорошем фильме и хорошем сценарии диалог – это тоже действие. Вы, наверное, знаете о методе активных глаголов, одной из базовых техник работы режиссёра с актёрами. Он, кстати говоря, отлично подходит и для создания сценария. Более подробно об этом методе в контексте актёрской игры я говорил в одном из своих роликов. Ссылка в описании и по подсказке. Метод активных глаголов основан на делении реплик персонажей на действия. Вот пример такого деления в сцене из сериала «Во всей тяжке», который я сделал сам. Этот метод помогает сделать реплику более осознанной и понятной, как в контексте истории, так и в контексте актёрской игры. Мне кажется, что такой упор на рассказывание словами обесценивает актёрскую игру. Как раз случай красоты по-американски – отличный пример того, что актёр может отлично выразить одним взглядом, одной реакцией всё, что только нужно знать зрителю. И это всегда будет выглядеть лучше любых слов. Такое решение априори будет более интересным, потому что в жизни чаще всего так и бывает. Мы скрываем свои чувства, свои намерения и реальные цели. И когда мы видим это на экране, мы видим человека, точь-в-точь похожего на нас. И это помогает создать мостик эмпатии между зрителем и экраном. Поэтому не стоит забывать, что в фильме есть актёры, которые могут выразить своих героев через один только молчаливый взгляд. Посмотрите эту потрясающую сцену Бергмана из фильма «Стыд». Первые несколько секунд сразу же без слов дают нам представление об отношениях главных героев. Они спят в разных постелях. При пробуждении девушка даже не смотрит на своего мужа, а просто открывает окно, не говоря ни слова, и уходит. Нам достаточно лишь каких-то 20 секунд, чтобы понять буквально всё. Затем героиня Лив Ульман начинает умываться и стоит спиной к мужу, что явно не просто так. Это один из прекрасных способов показать визуально, а с помощью блокинга, отношения героев, показать, что женщина совсем не уважает своего мужа, что их брак несчастлив. А потом уже герой Макса фон Сюдова отворачивается и начинает делиться своими сокровенными мыслями. И оба теперь спиной друг к другу, что показывает, как они эмоционально далеки. Жена никак не реагирует на откровение мужа и занята своими делами. И посмотрите финальный момент сцены, где персонаж Лив Ульман произносит свою реплику. Здесь очень хорошо прослеживается подтекст в словах героини, который говорит «Может, ты заткнёшься уже и перестанешь ныть?» И вот этого не хватает современному кино. Посмотрите, как лаконично здесь Бергман строит повествование. Вроде бы с виду ничего такого сложного, но сразу ясна вся суть и интересно наблюдать за героями и прекрасными актёрскими работами Лив Ульман и Макса фон Сюдова. А теперь представьте, что героиня Лив Ульман выдала бы целую тираду своего мужа, что он предаётся старым воспоминаниям, живёт прошлым и вообще стал жалким и так далее. Было ли это так же интересно, если бы героиня сказала, что думает? Нет. Я совершенно уверен, что нет. Но и думаю, что сейчас многие сценаристы и режиссёры использовали бы эту тираду. Эта сцена из фильма «Стыд» — это самое выдающееся мастерство сценариста и режиссёра, которое постепенно уходит в современном кино. Кстати, всем вам очень рекомендую смотреть Бергмана, а вот этот фильм, на мой взгляд, вообще лучший из его большой фильмографии, хотя и не самый известный. Вообще нет ничего страшного, чтобы не написать реплику, а придумать какое-то действие или положиться на реакцию персонажа. Нет ничего страшного в том, чтобы на монтаже вырезать какие-то слова, которые ничего не дают или всё хорошо работает и без них. Вообще одно из главных правил монтажа — это вырезать лишнее, то, что никак не двигает историю вперёд или не помогает раскрыть героя. Недавно я монтировал фильм из Штатов, и у меня была очень напряжённая сцена семейной ссоры, и она была сильна сама по себе. В её конце главный герой, который стал зачинщиком конфликта, остаётся один, и у него было несколько реплик, которые, по сути, повторяли то, что он сделал ранее. Герой психологически уничтожил своего сына и жену, и, оставшись один, сел и начал размышлять, что его ребёнок — просто мальчишка, на капризы которого он не должен тратить своё время. Но до этого главный герой около полутора минут действием показывал все эти слова. Так зачем же тогда нужна эта оценка в конце сцены? Я так мечтал вырезать этот момент, и перед финалом монтажа с величайшим облегчением сделал это, и нашёл даже драматургическое объяснение, чтобы аргументировать своё решение режиссёру. Я вырезал 30 секунд бесполезного хрона, который ничего не говорит, и о своём монтажёрском сердце и своём познании бесконечно преисполнился. К сожалению, я не могу показать фрагмент этой сцены, так как фильм едет на всевозможные кинофестивали, но всё же мне кажется, этот пример очень показателен. Также мне хочется поделиться с вами двумя прекрасными сценами из сериала «Сопрано», которые отлично демонстрируют правила «показывай, а не рассказывай». Давайте посмотрим первый пример. Взгляните, как реакция Тони говорит лучше любых слов. Здесь мы сразу всё понимаем, и никакая реплика, подтверждающая слова Сильвио, здесь у Тони не нужна. Этой реакции достаточно, чтобы Арти понял, что было совершено изнасилование. Может быть, у Тони здесь и была реплика, но на монтаже её вырезали, потому что игра работала, и по реакции всё понятно без слов. А вот второй пример из «Сопрано». 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 В этой сцене Сильвио, правая рука Тони, приходит к своему боссу в больницу и видит его в тяжелом состоянии. До этого персонаж рассматривал возможность того, что ему придется стать новой главой мафии в случае смерти Тони. Вот персонаж впервые видит своего босса после ранения, и в его голове явно закрадываются мысли из серии. Он не выживет, наверное теперь я стану главным. Сильвио не спрашивает, выживет ли Тони, не говорит ничего главному герою, но при этом в сцене все кристально понятно, и все его мысли хорошо читаются на лице. Вот это настоящая сила сторителлинга, которой так часто не хватает в современном кино. Вообще вам очень рекомендую посмотреть или даже пересмотреть, что может быть даже лучше, «Сопрано», ибо это настоящие сокровища драматургии и режиссуры, по которому можно учиться строить поиствование. Всегда старайтесь найти такое решение, которое полагается на действие или реакцию, они непременно скажут лучше любых слов. Я уверен, это сделает ваши фильмы на порядок сильнее и лучше. В заключение хочу поблагодарить вас всех за просмотр и до новых встреч на этом канале. Всем пока!